За фестивальную неделю нам удалось побеседовать с 20 народными и заслуженными артистами России. При личной встрече многие делились с нами своими секретами, рассказывали про самые интересные моменты из жизни. Мало кто знает, признается Борис Гречевский, но кроме проекта «Яролаж», российский сценарист пишет стихи, рассказы, сценарии, причем далеко не юмористические. Так, из-под его пера вышел монолог одной из героинь фильма «Крыша». Сюжет основан на реальных событиях, где девочки, взявшись за руки, спрыгнули с высотного здания. Только в своем кино автор оставляет школьницы жить. Будьте как можно внимательнее к детям, иначе они окажутся на краю крыши. Вот о чем мое кино. И там есть такая финальная сцена. Девочка, отчаившаяся от всего, что видеть, понимает, а в каждой семье такое, там творится. Она идет на край крыши, чтобы прыгнуть, и видит перед собой на другом доме огромный портрет мамы. Мама директора школы. Начинает прощаться с этим портретом. Представляешь, я этот монолог писал за день до съемки. Когда повесили портрет, я сидел на крыше, писал и плакал. И сидел и сам плакал. Фильм «Крыша» 2009 года выпуска до сих пор доводит его до слез, признается Борис Гречевский. И еще один любимец публики, заслуженный артист России Николай Добрынин, побывал в нашей импровизированной студии. В его творческой копилке около 150 ролей. Однако большинство он запомнился по юмористическому сериалу «Сваты», где актер сыграл довольно чудного персонажа Митяя. Вань, а тирамису, это же пирожное такое, ничего не путают. Ну, вот Митяй перебивает себя, ну и флаг этому Митяю в руки, пускай он перебивает. Если он приносит радость, если я вызываю улыбку на улице, если позитивные эмоции, ну почему нет? Ну, вот такой дамоклов меч. Я знаю, что, наверное, я не перебью этого Митяя ничем. Да нет, с моими дивными партнерами, особенно с Федей, с моим земляком, мы из Таганрога оба настолько пусти. А Федька, он еще уникальный, он, знаете, колодцы выражения, да? Ну, когда колешь партнеры, смеется. А ему вот так щелчок сделает, все, полчаса может человек, ну съемки можно останавливать. Потому что лучше, как Федька смеется, так никто не смеется. Вот он реально, вот это лучший смех этой страны. Актер, режиссер театра и кино, продюсер, и это еще не весь перечень профессий, что освоил Андрей Соколов. В 90-е годы, признается артист, пришлось побывать и соучредителем нефтяной компании, и директором туристической фермы. Если говорить о туристической ферме, то там как-то были люди адекватные, близкие. Ну, я был больше номинальным, там можно было доверить, а с юридической. Там получилась некрасивая история. Сначала было хорошо, потом люди начали пользоваться моим именем, брали денег и, в общем, кидали народ, вплоть до суда. Поэтому вот как раз после этого и, значит, пришло понимание того, что все-таки надо самому всем заниматься. Сегодня делится артист, он необычайно рад, что в свое время из бизнеса вернулся в актерскую среду. Также своими секретами и жизненными историями с нами поделились Вера Глаголева, Ирина Грибулина, Елена Попанова, Андрей Чернышов, Всеволод Шиловский, Юрий Чернов и многие другие. Откровенные беседы можно будет посмотреть в эфире нашего канала в программе «Культ личности». Вероника Федореева, Евгения Монакова, Роман Юдаков, Первый областной.